Очереди к врачам на выставке не меньше, чем в поликлинике. Оно и понятно. Здесь горожане могут бесплатно пройти, по сути, полное обследование. Сдать кровь, проверить сердце, пройти флюорографию и УЗИ. Я считаю, очень хорошо. Все так, это цивильненько. И, в общем-то, разговаривают с нами, общаются, все рассказывают. Я считаю, что все хорошо. Все как в поликлинике? Разница есть? Может, даже и лучше. Больше всего посетителей пациентов у мобильных комплексов. Такие медкабинеты на колесах ездят по отдаленным деревням. Но оборудование в них не хуже, чем в больницах. Например, это полноценный стоматологический кабинет. Что мы здесь можем сделать? Лечение поверхностного, среднего, глубокого кариеса, эндодонтия, удаления. То есть, практически весь спектр стоматологических услуг. А такой передвижной комплекс на дорогах области пока не увидеть. Это образец автобуса Центра медицины катастроф, который незаменим и при чрезвычайных ситуациях, и в авариях. В нем можно даже операции проводить. Наиболее тяжелую идут реанимацию. А здесь вот этот отсек операционно-перевязочный. Можно даже самобработку частичную сделать. Это банно. А здесь даже небольшие инвазивные вмешательства по жизненным показаниям можно, в принципе, делать. Но если этому транспорту еще предстоит спасать жизни, то этот уже оправдал надежды медиков. Вертолет, появившийся в Центре полгода назад, вывел оказание экстренной помощи на новый уровень. Главный момент – это сокращение времени транспортировки. То есть, пациент быстрее доставляется в медицинское учреждение. И плюс характеристики по маневренности. Этот вертолет уже может приземляться на неподготовленные площадки. Всего на выставке больше 200 единиц медицинской техники. Горожан больше привлекает та, которую они могут испытать на себе. К примеру, этот аппарат позволяет бесконтактно измерить внутриглазное давление, исследовать сетчатку и кривизну роговицы. А с помощью таких подвесов посетителям снимают болевые синдромы. С этой цепи головной мозг подается эффективный сигнал, и головной мозг управляет этой цепью. Таким образом, что распределяет одинаково мышечный тонус между левой и правой половиной тела. Между мышечными мышцами, которые находятся в сильном напряжении, в гипертонусе, и дают болевой синдром. И мышцы, у которых тонус снижен. Вот этот тонус выравнивается. Впрочем, на выставке посетители себя могут почувствовать не только пациентами, но и медиками. И, к примеру, отработать технику сердечно-люгочной реанимации. Сделать это можно на манекене. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Но главная цель форума – поставить диагноз местному здравоохранению. И определиться с лечением. В приоритете снижение смертности. Чаще всего средловщане умирают из-за инфаркта, рака и серебровоскулярной болезни. Впрочем, тревожные показатели уже меняются. За два месяца мы видим, что у нас стало умерших меньше от инфаркта на 200 с лишним человек. От инсульта на 100 с лишним человек. Это большие цифры сегодня. Конечно, приоритетные болезни – это те, которые определяют смертность. Вот три основных. Поэтому мы сегодня отдельно, программно, по каждому этому разделу работаем. Проверить свое здоровье у средловчан еще есть время. Выставка будет работать четыре дня. Юлия Анашкина, Сергей Лысак. Главные новости Екатеринбурга. Юлия Анашкина, Сергей Лысак.